Все вы знаете, самого лучшего создателя игр в Роблоксе, а также просто лучшего ютубера во всей вселенной. Внешне же речь идет о Телерантике или Телерантике. Да, вы много раз мне писали, что я неправильно читаю его ник. Напишите в комментариях, как правильно, поправьте меня. Да, сходу байт на комменты, вот так вот я плохой. Короче, у нашей персоны вышел вчера новый ролик, в котором он показал все нововведения, которые будут ждать в следующем обновлении Туалет Тавер Дефенс. Честно, я когда увидел, что там-то, я был в полнейшем шоке. Я думал, что нам добавят все, что было в сериале 73-го эпизода, часть 2. По сути, так и есть, там есть, что немного добавили. Но Телантрик решил пойти по другому сценарию и решил добавить нового Титана Клокмена 2.0, а также новый ивент, в котором мы сможем получить бесплатные призы. Похоже, нас ожидают Клок обновления, как-то по-другому будет называться. А перед началом этого шедевра видоса, я хотел бы разыграть для тебя данного Титана Клокмена. Если что, конкурс будет в моем Телеграм-канале на 1000 подписчиков, а там осталось около 10-х человек, так что залетайте, друзья. Ну что же, я не буду долго тянуть, всем приятнейшего просмотра. Про, ты реально играешь в Туалет Тавер Дефенс с самого релиза и твой инвентарь выглядит примерно так? Пора это исправлять. Добро пожаловать на Туалет Товерс Маркет. Это магазин юнитов по самым дешевым ценам. Не веришь? Убедись сам. Также на сайте часто проводятся сумасшедшие скидки, к примеру, апгрейд Титан Синемамен всего за 250 рублей. Это самый лучший год для юнит на секунду. А что я тебе рассказываю, зайди на сайте, убедись сам. И еще, в их есть свой Телеграм-канал, в котором постоянно проводятся конкурсы, и там ты сможешь залутать юнитов абсолютно бесплатно. Короче, как я уже сказал, тебе самому все нужно это проверить. Ссылка будет в закрепленном комментарии, не упусти свой шанс. Что же, я внимательно изучил ролик Телантрика, чтобы все подробно вам показать и что будет в обновлении. Но поскольку я не знаю английский, то я исключительно смотрел ролик с арабскими субтитрами. В начале ролика Телантрика извиняется перед нами за то, что обновы уже не было целых 10 дней. Да, это большая потеря. Говорит, что у него есть другие дела в жизни, ну тут мы не осуждаем. Он же не я, который сидит 2-4 на 7 за ПК и вставляет тонну мема в видео. Дальше в ролике он говорит, что обновление это будет огромным, а не таким, как предыдущее. И это меня радует, ведь согласитесь. Да, нам добавили ранги для бесконечного режима, но мягко говоря, они оказались не очень. Дальше он говорит, что добавили нового спикермена, который будет в разы лучших предыдущих. Но сильнее ли он будет хайпера или нет, это пока что неизвестно. Телантрика только сказал, что хайпер скоро пропадет из магазина и вы его совсем скоро не сможете получить. Что тратьте все свои гемы на этот кейс, потому что большая вероятность, что после следующего обновления он уже покинет наш магазин. Вот, кстати, картинка, как будет выглядеть сам новый спикермен. Дальше Телантрик нам рассказал просто имбовую новость. Будет новый ивент, скорее всего он будет называться Клок Ивент, о котором нам добавят новую карту в честь ивента. Также нам добавят новых Клок Юнитов, какие именно они будут, я покажу немного позже. Также нам добавят новую валюту для этого ивента и новый пропуск, который мы сможем получить тех самых юнитов абсолютно бесплатно, просто выполняя какие-нибудь задания. А сколько вообще будет юнитов в сумме в новом обновлении? В ролике сказано, что их будет целых 9 единиц. О да, это будет, конечно, грандиозное обновление. Так, погоди, дружище, я тебя немного перебью. Давай мы сначала телепортируемся на пост-офис, вот так вот сюда. И смотрим, сколько вы мне подарков накидали. 71 подарок. Дружище, я думаю, записать мне видеоролик про... Ух ты, СТ Патрик Дейт в ДИЖ24 Крейт? ДХНД 73, спасибо огромное. Я прямо сейчас заберу, хочу его открыть прямо на ролике. Да, я понимаю, лучше было бы его всего, конечно же, продать, но зачем его продавать, если можно прямо сейчас открыть? И есть маленький шанс, 0,1%, что мне прямо сейчас выпадет тот самый Титан Кловермен. Открываем и смотрим. И, в принципе, это не удивительно, мне выпал какой-то всратый Лаки Спикермен. Так вот, дружище, я думаю, записать ли мне видеоролик, то, как я буду открывать все ваши подарки или нет, потому что как бы подарочков немного, всего лишь 70, а нужно 100 для ролика. Ладно, скорее всего, я запишу, но если ты хочешь мне отправить какой-то подарок, ну, для ролика, попасть в ролик, то, дружище, прямо сейчас можешь мне отправить любой подарок, да? Вот ник у тебя прямо сейчас на экране. И вы только посмотрите на вот это вот типа, что ты наделал? Ты просто заспамил мою личку вот этими вот один джемс, один джемс, зачем мне они? Я прямо сейчас все заберу, чтобы было, можно так сказать, побольше места. Вот я все заберу, теперь у меня будет много гемов. Ладно, все, дальше я не смотрю, чтобы не проспойлерить себе ничего для ролика. Что же, давайте я прямо сейчас покажу новых скибедистов, которым нам добавят в новом обновлении. Первый скибедист это вот такой вот магнет юнит, точнее магнет скибедист, который будет у нас, скорее всего, в Эдлас моде, а может быть, он будет у нас в новом ивенте. Как Телантрик сказал, у нас будет новая карта для этого ивента, и на этой карте, скорее всего, вот такой вот скибедист будет у нас там бегать. Возможно, это будет, кстати, финальный босс. Чего я это взял? Потому что это у нас магнет скибедист, он просто огромнейших размеров, если брать его из сериала скибедитойл от мультиверс. Огромнейших размеров и сражался против Титан Клокмена, как я понял, либо Титан Дрилмена. Если честно, может поправить меня в комментах, потому что я не фанат этого сериала, я, честно говоря, его не сильно смотрел. И то есть, да, вот такой вот скибедиста нам добавят в игру, и скорее всего, опять же, как я уже сказал, он будет финальным боссом на ивенте, на новой карте, которую нам добавят. А что за карту нам добавят? Нам добавят такую локацию, в которой будет просто огромное количество клоков, то есть часов, и карта будет, я думаю, скорее всего, в расцветке. Вот как у нас Титан Клокман выглядит, он видишь, он такой вот у нас желтенький, в принципе, весь золотой. И, скорее всего, в такой же расцветке нам добавят саму вот эту вот карту. Если говорить более научными словами, то эта карта у нас будет в стиле стимпанк. Ладно, а дальше Талантрик нам показал вот такого вот юнита, и скорее всего, это рофл какой-то, потому что это у нас юнит вообще из сериала «Во все тяжкие». Скорее всего, опять же, это какой-то рофл от Талантрик, он просто показал его в своем видосе. Я, опять же, не смог понять, что это говорит, потому что я смотрел на арабских субтитрах, английский я не знаю. И, кажется, это, опять же, какой-то рофл от Талантрика, и, скорее всего, этого юнита у нас не добавят, А возможно его добавят в Adlas Mod в качестве отсылки Который будет появляться у нас там, я не знаю, раз в 50 волн Либо он будет появляться каким-то там шансом 0.1% вообще в любой волне То есть вот как этот юнит выглядит Опять же, это у нас отсылка на сериал под названием Во все тяжкие Сейчас, кстати, сериал вообще так зафорсили и в ТикТоке, и вообще везде А дальше у нас, дружище, самое интересное Я тебе покажу новых юнитов, которых нам добавят Да, Телантрик нам слил всего лишь 3 юнита из 9 Он сказал, что у нас будет 5 юнитов из кейса, то есть из бокса А 3 юнита у нас будут в самом пассе Это 8 юнитов и 1 какой-то юнит у нас останется Скорее всего это у нас будет донатный юнит Который будет, можно так сказать, самым мощным И скорее всего это 1 юнит, который у нас будет, собственно говоря, Титан Клокмен 2.0 Сколько он будет стоить робокс, я не знаю, а возможно его даже добавят Замять Титан Дрилмена 2.0 в Adlas Mod Видишь, здесь у нас находится вот такой Титан Дрилмена 2.0 Где у нас награды, 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 награды Смотрим Вот он И скорее всего, опять же, его уже, кстати, 1150 штук Ничего себе Возможно, нам добавят апгрейд Титан Клокмена 2.0 А, не 2.0, а просто апгрейд Титан Клокмен Все может быть, друзья, все может быть Опять же, нам остается просто ждать Кстати, я не знал, что в наградах еще дают вот такие вот гимны Кстати, не смотрите на мой рекорд, мне стыдно вам его показывать Первый юнит, которого нам добавят, это вот такой вот Аларм Клокмен То есть, ты его видишь прямо сейчас все на экране Это у нас самый дефолтный юнит Возможно, он у нас будет либо редкой, либо эпической редкости Но, опять же, это у нас юнит такой лох-лох-лох Прям, долго останется, думаю, на нем не нужно Поэтому мы двигаемся сразу же дальше Следующий юнит, это вот такой вот Лерч Клокмен На первом уровне он у нас выглядит вот так вот Ты можешь заметить у него вот такие вот огромные бинг-бэнк-часы на голове И, короче, это у нас, скорее всего, будет либо Лего, либо же Эпик Я не знаю, но, скорее всего, предыдущий это у нас редкий А этот у нас, это у нас будет эпический Вот А, возможно, это у нас будет даже и легендарка Потому что нам его сейчас показывают только на первом уровне Какая статистика у этих всех юнитов, это неизвестно Нам Талантрик ничего этого не показал, не рассказал Просто показал, как они будут выглядеть И он, кстати, в такой вот прикольной шляпе Опять же, все это у нас сериала под названием Скибди Тулат Мультиверс Я думаю, ты это все прекрасно знаешь И приступаем к последнему слитому юниту И этот юнит у нас самый интересный И там даже нас слили, можно так сказать, какие у него будут характеристики Это вот такой вот Клок Вумен Ты спросишь, ё-моё, это же самая простая Вумен Здесь нет ничего такого интересного На самом деле есть Этот юнит обладает довольно-таки интересной способностью Ты можешь заметить, что у него есть вот такие вот прикольненькие эффекты возле головы, да И если не смотреть на вот эти все эффекты И брать в расчет просто ее характеристики То это достаточно-таки имбовый юнит Когда эта Вумен у нас стреляет под скибидистом Она, во-первых, их может замедлить с шансом 30% То есть если она стреляет с скибидиста И с шансом 30% Она сможет его замедлить целых на 3 секунды То есть он просто будет стоять на месте 3 секунды Это достаточно-таки имбово Это только если будет стоять одна Клок Вумена А если их там будет стоять около 10 штук И все будут стрелять То это будет достаточно такой прикольный, можно так сказать, остановочка, да? Какие еще способности есть у этого вот персонажа? А это просто имбовейшая способность Этот юнит сможет давать скорость атаки вашим другим юнитам То есть да, по всей карте у вас там разбросаны какие-то другие юниты И просто эта вума дает всем скорость атаки, это просто имба Скорее всего, этот юнит у нас будет мифической редкости Потому что, как для леги, это просто сумасшедшая имба Да, пока что неизвестно, какой у нее будет урон Но я думаю, в районе около 30 тысяч, где-то так, 30-40 тысяч И с этим уроном, плюс способность замедлять юнитов Плюс способность добавлять скорость атаки вашим юнитам То это просто имба Я говорю, пока что это достаточно-таки классный юнит И я думаю, его можно будет получить только с ивента Который у нас будет ивент Это у нас будет самый обыкновенный просто пропуск Я думаю, пропуски ты уже другие видел Просто собираешь себе монетки За эти монетки открываешь себе там уровни всякие И за эти уровни уже там получаешь себе там какие-то кейсы А из кейса уже ты сможешь выбить того самого юнита Это очень классно Думаю, вот эта вот вумен будут брать многие себе в команду Прям очень-очень много игроков будут брать себе ее в команду Потому что это действительно очень имбовая способность Что ж, дружище, вот такой вот коротенький ролик у нас с тобой получился Я надеюсь, тебе он понравился Ты узнал очень много интересной информации про новое обновление Кстати, Телантрек сказал, что он постарается его выпустить в субботу Не может не радовать Потому что как бы суббота это круто, это классно Все будут играть тогда И все смогут просто полностью прочувствовать обновление Да и тем более, это уже будет послезавтра Тоже, ну а с тобой был я, Влад Я желаю тебе хорошего настроения, удачки И пока-пока Еще встретимся Спасибо за субботу Спасибо за субботу